Деревня Горки. На территории поселения расположено несколько крупных жилых комплексов. Водой их обеспечивают два водозаборных узла. Старый, 50-х годов, и недавно построенный возле жилого комплекса «Май». Обслуживанием обоих занимается Видновская ПТО ГХ. С проблемой ржавой воды местные жители столкнулись, когда на новом ВЗУ произошла авария. Ржавая вода, запах просто невыносимый до тошноты. Ребенок у меня даже астму подхватил, и мы все покрывались прыщами. Такая вода текла из кранов жителей жилого комплекса «Ленинские горки». На время аварии их переключили на старый водозаборный узел. Новый справлялся только с домами в ЖК «Май». Ведь работать мог лишь на 20% мощности. Когда подключали вторую линию, я повторюсь, тогда нас предупредили, было объявление, что, пожалуйста, запаситесь водой, некоторое время воды не будет. Но утром я уходила, я видела, что для людей утром, это было с пятницы на субботу, привезли бочку с водой. Люди, кто хотел, брали. Авария произошла в результате отключения электричества и сбоя работы, некачественно установленного при строительстве в ВЗУ оборудования. Мы первое купили дизель, значит, установили сюда, второе дополнительный ввод установили, это второе. Второй вопрос, значит, будем так говорить, ведь когда подрядчик выходит на строительство, да, использует материалы можно разные, да, и сегодня рынок заполонен теми, будем так говорить, строительными расходными материалами, которые, ну, не совсем, может быть, хотелось бы нам устанавливать. Там, где сегодня, будем говорить, необходимо менять, мы это делаем. Для того, чтобы решить данную ситуацию, ПТО ГХА собственными силами протасило от той трансформаторной подстанции, к которой подключен вот этот жилой комплекс, отдельную линию. И теперь мы запитаны еще, получается, отсюда. И теперь, как вы говорите, когда здесь электроснабжение есть, то и на ВЗУ электроснабжение будет. Единственное, что на текущий момент еще пока не доделано, это автоматическое переключение между дополнительным вводом, потому что это не входило в объем проекта изначально, то есть, и существующим оборудованием. Дополнительное оборудование для этих работ закупается, и в течение нескольких недель сотрудники ПТО его установят. Ситуация находится под личным контролем председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Станислава Радченко. Сейчас проводится ремонтная работа, сегодня мы как раз пригласили директора ПТО ГХА, и Александр Петрович нам сегодня уже пояснил, что к первому сентября у нас произведется ремонт, и в полном масштабе уже будут оказываться услуги по водоснабжению, и я буду держать это на контроле. Как видно, проблема решаемая. Жителям лишь необходимо набраться немного терпения. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошлева. ВиднетВ.